Жизнь меняется, дети меняются, родители меняются, поэтому вот как быть библиотекой на ты и в то же время оставаться в чем-то на вы. И вот как внутренний инструмент, вот себя как библиотекаря, как инструмент подстраивать и настраивать, вспомнилась культовая книга библиотекарей Даниэля Пинака как роман. Детская литература как событие, и через что оно может передаваться, как оно может транслироваться. В нашем визуальном мире, сколь важно сделать выставку так, что ребенок мог пощупать, потрогать, полизать, от выставки дойти до книжки, и чтобы выставка была столь событийная, чтобы сыграла, была тем стимулом, который все-таки, вернее, тем импульсом, который направит ребенка, ну скажем так, глобально к чтению. Очень серьезная заявка на успех в культурном процессе у такого звена, как подростковая литература, особые тексты, которые занимают вот эту вот нишу промежуточную, когда ты уже не ребенок, но в то же время ты еще не совсем готов воспринимать тексты о самом себе, но не адаптированные. Основная область моих интересов – это детская литература оттепеля, то есть подростковая 60-е годы, и 20-е годы. Вот два периода, которые, мне кажется, самыми вершинными, самыми интересными во всех смыслах. Помещение этих книг в культурно-исторический контекст очень обогащает, углубляет восприятие их, ну и просто понимание уже очень много. Современному читателю, даже подростку непонятно ни исторически, ни терминологически нет этих реалий. Самые любимые детские книжки. На данном этапе, поскольку я свой проект веду, чтение собакам, сказки для собак, для меня была очень важна книга Константина Сергеенко «До свидания о враг». Как-то в ней сразу было много ответов на многие вопросы, и то, что касается современного мира, о том, что надо быть добрее, гуманнее. Если говорить, допустим, о любимой книжке собственного детства, тут я совершенно не оригинальна, Динка Асеевой, Астрид Лингрен, в моем детстве ее не было, и я уже взрослым человеком открывала. А если говорить сейчас, то это такое море интересных молодых авторов и отечественных авторов, и авторов зарубежных. «Кит плывет на север». Это вот, например, любимая книжка последнего месяца. У меня довольно много любимых детских книжек, я не зря этим занимаюсь. То есть, если бы я по такому формальному критерию выбрать книги, которые я перечитывал в детстве больше десяти раз, например, то таких бы, наверное, набралось бы многие десятки. Наверное, дорога уходит даль, Бруштейн, чемпион. Тут, наверное, речь идет о сотнях перечитываний. Писатели, которые для вас, наверное, проще охарактеризовать, как люди Круга Довлатова и Бродского, такие как Вольф, Ефимов, Хопов, Валерий и тому подобное. Вот это литература, которая мне сейчас кажется очень интересной, поскольку это опыт работы в литературе совершенно взрослых писателей, которые пришли туда вроде бы вынужденно, потому что там были меньше цензурных рогаток, но при этом никак не желавшие идти ни на какой компромисс, ни эстетически. И получились очень интересные книги, такой двойной адресации, из которых взрослые вычитывают не меньше, чем, наверное, больше, чем дети. 14 лет я прочитала Карлсона. Ну, так получилось, да, что полностью текст я прочитала именно в этом возрасте, заразила им весь свой трудовой лагерь, потому что книжку взяла с собой читать в трудовой лагерь, весь трудовой лагерь перечитал Карлсона. То есть из палаты в палату кочевал хохот. Я безмерно преклоняюсь перед именем Астрид Лингрен, потому что я считаю, что вот эта миссия в детской литературе, о которой я уже сказала, защищать детство, появилась с ее именем. Я очень люблю книги «Сказки Адоевского», повести Коваля, а из современных я даже боюсь кого-то вот называть, потому что сейчас очень много современных замечательных авторов. Мария Бершацкая, Марина Арамштам, Нина Дашевская, Артур Гевардизов, Станислав Востоков. Я даже книги не буду называть, я буду называть имена. Мне было очень интересно и главная претензия – очень мало времени, потому что собрались практики и рассказывали все о том, что вот на кончиках пальцев. И, конечно, очень хочется этот опыт снять с рук и поделиться своим. И понимаешь, что некогда, некогда, некогда. Но очень здорово, что уже понимаешь, с кем надо дружить, знакомиться. Я надеюсь, что за время конференции уже удастся обняться контактами и продолжить сотрудничество. Субтитры создавал DimaTorzok